Бэт-трип это то, когда вы пожелаете, чтобы вас четвертовали, лишь бы вернуться в нормальное состояние. Вы готовы дальше жить без рук и без ног, лишь бы не было того, что происходит в бэт-трипе. Это настолько ужасно, что те, кто прошел войну, люди, которые воевали, видели смерть, они говорят, что это вообще, ну настолько это лайт вообще, это война, эти ужасы, пытки, по сравнению с тем, что происходит во время бэт-трипа. Это отчаяние такого уровня, что вы даже умереть не можете, там умереть невозможно, настолько там тяжело и страшно, что вы понимаете, что смертью даже не спасетесь. И многие пытаются, кстати, пастись через смерть, убить себя, но это, ну да, убивают себя, но они там только и остаются, то есть это невозможно оттенывать. Только успокоив, только приняв это, можно что-то сделать. А принять наше сознание, там оно не может так подумать, что типа я должен принять, я должен принять эту смерть, она вообще в такой панике, что у нее и такой мысли даже нет. Вот, каким-то чудным образом, как-то пока вещество действует, когда он перестает действовать, мы возвращаемся. или каким-то нашим механизмом уже, как сказать, этой кнопкой. Экстренная кнопка включается, и она нас возвращает, рисуя опять те же самые привычные картинки бытия. Опять, когда я родился, кто я такой, сколько мне лет, и что я умру однажды. Как меня зовут, мой мама, папа, чем я занимаюсь. Вот мой дом родной, вот качусь я в санках, вот грунт и так далее, стихи все начинают вспоминать. Солнышко зашло, и все, бет-триб закончился. Один и тот же набор знакомых вам точек опор, которые вас не возвращают, а вытаскивают, ну, как бы за счет иллюзии, создаваемой вами, из того состояния, в которое вы не попадаете, а которое вы вдруг осознаете. Вы уже там, я уже там. И если мы съедим такую порцию мухомора, мы просто осознаем себя там, осознаем в этом состоянии, но не справимся с этим. Не справимся как... лишь потому, что мы вот не справились и создали по-быстрому на скорую руку то, что нас окружает. Это и эта реальность. Продолжение следует...